Обычно в понедельник музей не работает, но сегодня правила меняются. Единственный выходной совпал с праздником – Международным Днём Музеев. День Музеев в 2015 году носит такое название «Память». Это подразумевает, конечно, память о победе в Великой Отечественной войне и память о всех других исторических событиях нашей Великой Большой Родины. На весь день была распланирована праздничная программа. Центральное событие – презентация книги «Уссурийские древности». В руках Александра Мезенцева труд не одного года. Книга полна интересных открытий. Если раньше считалось, что земледелие у нас в Приморье появляется в XIII-XIV веке до н.э., в XV веке – это уже фантастика, быть не может, то земледелие, которое было найдено здесь на Крауновке, оно оказалось развитым с возрастом 27-29 век до н.э. Место, на котором находится Уссурийск, имеет богатую историю. Первые люди появились здесь 2,5 млн лет назад. Они жили в районе Новонекольского шоссе 1Б, там, где сейчас находится большой строительный магазин. На Дальнем Востоке России более насыщенного места в контексте археологии нет. Книга, труд работников музея и археологического клуба «Резерв» позволяет понять, в каком удивительном месте мы живём. Сам наш город стоит на средневековом городе. Средневековый город Суйпин, Джорджанский город, центр губернии. То есть в 12 веке он был крупнее, чем Лондон 12 века, чем Париж 12 века. Ну, в принципе, если Париж с Лондоном сразу сложить вместе в 12 веке, то как раз получится Уссурийск 12 века. Есть мнение, что музеи проигрывают в борьбе за публику консерватизмом. Экспонаты под стеклом, картины на стенах. Доля правды в этом есть. Сюда чаще всего заглядывают школьники. Основной посетитель всех музеев – это школьник. Хотя вот сегодня с утра, ну, человек, наверное, 20 взрослых было. Сотрудники музея стараются придумывать новые формы и подходы для привлечения посетителей разного возраста. Квесты, игры на прилегающей территории, возможно, новая книга внесёт свою лепту. Купить её нельзя, а в музей полистать можно будет. Книгу постарались сделать доступной, наглядной, с большим количеством фотографий. Приморское географическое общество уже высоко оценило издание. Ирина Мигунова, Екатерина Гриб, Анатолий Молчанов, Телемикс.